МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. На 12-м канале час новостей в студии Денис Уонос. Президент сказал, губернатор сделал. Александр Бурков встретился с жителем Марьяновского района. Местному Дому культуры нужна помощь. Задача максимум – свести зависимость от импорта к минимуму. Омский завод Каучука завоевывает новые рынки сбыта. На мушке – браконьеры. В Горьковском районе задержали нелегальных охотников, застреливших косулю. Какое наказание понесут нарушители? Мгновенная карма. Воришка, ограбивший Амичку, пострадал, убегая с места преступления. Полиция просит помощи в поисках преступника. Взял паузу в карьере, но не подрезал крылья ястребом. Боб Хартли оставляет пост главного тренера Авангарда. Ответит на вопросы о Мечеи в прямом эфире. Сегодня сразу на двух телеканалах. В 12-м и России 24. В 20 часов традиционный диалог с губернатором. Трансляция также будет доступна на радио Монте-Карло и радио России. Задать свой вопрос Александру Буркову можно не только по телефону колл-центра, но и прислав его на электронную почту. Адрес на экранах homesk.burkovusobakamail.ru Сделать это можно и на нашем сайте. Кликнуть на баннер и воспользоваться предложенной формой. Все обращения мы передадим в правительство региона. Присылайте и видео, вопросы. Файл можно прикрепить также в специальной форме на сайте 12kanal.ru. Итак, диалог с губернатором сегодня в 20 часов. Александр Бурков на личном приеме пообщался с жителями районов. Так губернатор выполнил поручение президента. Одним из первых с главой региона побеседовал Александр Раковский из Марьяновки. Он поднял вопрос о ремонте и техническом переоснащении сельского дома культуры. Известно, что работы в здании, которому больше 40 лет, уже идут по нацпроекту «Культура». Строители обновили фасад и кровлю, а осталась только внутренняя отделка. Сдать объект планируется к концу октября. Однако, по словам местного жителя, есть проблемы с мебелью, которая сильно обветшала. А бюджетных денег на ее замену не предусмотрено. Надо будет нам помочь на оборудование сельского дома культуры, потому что там будет и библиотека, и все. Надо одежду на окна, мебель, книги, стеллажи. Но на это средств нет. Старое там ничего использовать нельзя. Но надо посмотреть, какой объем посредством. Что по мебели, что там по занавескам, по всему, чего не хватает. Они пускай прикинут и поможем. Пользуясь случаем, Александр Раковский поблагодарил губернатора от имени земляков за помощь в газификации села Степное. Жители ждали прихода голубого топлива много лет. Вмешательство главы региона ускорило этот процесс. На данный момент газифицировано уже 175 дворов из 278. Остальные будут подключать в рамках программы до газификации. Налаживают сотрудничество с Китаем и Индией. И уже получили высокие оценки от Турции. Умский каучук расширяет географию поставок из-за пропилового спирта. Объемы производства продукта в условиях санкций на предприятии не уменьшили. Наоборот, намерены наращивать мощности. Изопропанол – незаменимый компонент при создании различных товаров и продуктов. Фармацевтики, нефтяной, мебельной, лесохимической и косметической промышленности. В Омске его начали выпускать всего год назад. За счет этого доля импортного сырья в России снизилась почти в два раза. Задача – свести к минимуму зависимость от зарубежных поставок. Репортаж Елены Бабковой. Что происходит в многотонных резервуарах и как ведется производство изопропилового спирта, эти специалисты отслеживают в режиме 24 на 7. Процесс безостановочный, проконтролировать нужно каждый этап. Малейшее изменение температуры или давления изобракованной окажется целая партия продукта. А это порядка 170 тонн изопропанола в сутки. И хотя все параметры отслеживает автоматика, человеческий фактор играет большую роль. Помимо автоматики мы сами тоже принимаем участие. Мы открываем, закрываем клапана, когда это нужно. Мы увеличиваем расход, допустим, пара, если это необходимо. Также анализируем показатели, чтобы все было в норме. Качественные показатели, чтобы соответствовали ГОСТам. Контроль ведется и в лабораториях. На отгрузку без проверки не уйдет ни один грамм продукта. Паспорт качества партия товара получит только после исследования. Проб сразу по 9 параметрам. И так каждые 3-4 часа. Влага, цвет смотрим, состояние продукта. Если нужно, плотность замеряем. Выпуск изопропилового спирта на заводе «Омский каучук» начался в январе 2021-го. Изготавливают продукты из ацетона и водорода. Поэтому, в отличие от изопропанола, произведенного из пропилена, он не имеет резкого запаха, а значит и ограничений по применению. «Омский ИПС», как его называют промышленники, особенно популярен в фармацевтике. Это основной компонент антисептиков, бешено популярных в пандемию. Используется он и в косметической отрасли, а также идет вход на предприятиях по выпуску стеклоомывающих жидкостей. Сейчас «Омский каучук» – крупнейший производитель изопропилового спирта в стране и один из основных экспортеров продукта. Так, из 13 тысяч тонн изопропанола 7 тысяч для зарубежных компаний поставил «Омский завод». По выпуску изопропанола, омское производство стало четвертым по счету в стране и первым по объемам произведенного продукта. Всего за год омскому каучуку удалось снизить долю импортного изопропилового спирта с 60 до 30%. Сейчас задача в условиях санкции – сделать российские предприятия независимыми от иностранного сырья. Ресурсы есть, пока мощности установки задействованы на 85%. Увеличить их до 100 намерены к концу года. Главная ставка на качество продукта. Это чистота. Чистота основного продукта. То есть, сказать, три девятки. То есть, 99-96 достигаемое качество по изопропиловому спирту, по основному веществу. Ну, наверное, говорит о многом. То есть, зарубежные аналоги, я говорю, не все зарубежные аналоги готовы с нами конкурировать именно в этой части. На заводе намерены не только закрыть потребности всех российских предприятий. Ведутся переговоры о расширении поставок за границу. Турция уже работает с мечами. Пробы продукта направили в Индию, Белоруссию, Азербайджан и Китай. Кстати, несмотря на то, что в Поднебесной нет недостатка в изопропаноле, государство само является его крупнейшим экспортером, Омский товар высшей пробы наверняка заинтересует потенциальных покупателей. Елена Бабкова, Влад Осинцев, 12 канал. Когда человек хуже зверя, сразу в нескольких омских заказниках браконьеры устроили охоту на косуль. Хотя сейчас это запрещено, сезон закрыт. Однако накануне в районе деревни Новопокровка, Горьковского района, предприимчивые добытчики гонялись за копытными на снегоходах и отстреливали животных. Впрочем, незаконный промысел быстро прервали. Браконьеров задержали по горячим следам. Инспекторам пришлось спуститься за браконьерами в погоню на снегоходах. Составлен протокол и будет заведено уголовное дело. Браконьерам грозит крупный штраф, а также несколько лет тюрьмы. Данные снегоходы, чтобы замести следы, передвигались по реке Иртычу в сторону города, потом назад своим следом в Большевический район, с Большевического района в деревню Саратова. С Саратова разъехались. Один снегоход зашел в Покровку, второй снегоход зашел в деревню Алексеевка, Горьковского района. В ходе следствия оперативных мероприятий один снегоход был найден и изъят. Изъята сибирская косуля самца, изъято четыре гильзы. Это охотничьего оружия гладкострульного 12-го калибра. А в заказнике приграничные охотники успели разделать косулю на месте преступления и скрылись. Личности браконьеров сейчас устанавливают. По словам инспекторов, есть множество улик, которые помогут выйти на них. Всего же с начала этого года уже было выявлено больше 70 фактов незаконной охоты. За нелегальную добычу и убийство косули нарушителям грозит штраф в несколько сотен тысяч рублей и реальный срок лишения свободы. Из Омска возобновляются чартерные рейсы в Турцию. А вот прямого авиаперелета в Калининград не будет, Томский аэропорт опубликовал измененное летнее расписание. Как уточняют в Ассоциации туроператоров, рейсы в Анталию возобновятся с 9 апреля. Что касается самого западного уголка нашей страны, то перевозчик в последний момент поменял решение. Летать из Омска в Калининград самолеты не будут. Тем временем стало известно, что Россия отменит ограничения на авиасообщения с Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР и другими странами. Всего в списке 52 государства. Ранее запрет был введен из-за распространения в мире коронавируса. Сейчас уровень заболеваемости пошел на спад, что и стало причиной принятия такого решения. Трудоустроиться смогут больше 4000 мячей. В регионе дан старт общественным работам. Около 300 человек уже принимают в них участие и получают зарплаты. Участникам программы предлагают целый список специальностей на выбор. Их будут задействовать в реставрации музейных экспонатов, организации досуга молодежи, работе в сферах торговли, сельского хозяйства и благоустройстве. В среднем в месяц такие сотрудники смогут получать около 16 тысяч рублей. Кроме того, им предоставляется материальная поддержка 2500. Всего на эти цели выделено больше 150 миллионов рублей бюджетных средств. Отмечу, работа официальная. С каждым участником программы заключают трудовой договор. Желающие присоединиться к программе могут обратиться в Центр занятости по месту жительства. Первымский доброволец отправился волонтером на Донбасс. Федору Русину, 22 года, активист Молодой гвардии Единой России, будет работать в одном из пунктов временного размещения, в котором находятся тысячи людей, а также примет участие в восстановлении разрушенных домов в ДНР и ЛНР. Кроме того, молодой человек готов оказывать медицинскую помощь местным жителям. Опыт у него есть. Федор окончил медколледж и активно помогал волонтерскому центру в борьбе с коронавирусной инфекцией. За это награжден медалью «Герой нашего времени». Сейчас активист хочет оказывать любую посильную помощь жителям народных республик. Я просто помогаю тем, кому это действительно нужно. Не задумываюсь. Меня как бы предложили, я согласился и все. Помощь всегда всем нужна. Я не знаю, как это объяснить. Такое чувство, которое у меня есть, просто тянет помогать. У МИЧИ остается последний шанс приобрести туры с кэшбэком. Продажа путевок на выгодных условиях завершится досрочно в ночь на 9 апреля. Об этом сообщили в Ростуризме. Программа стартовала 15 марта и должна была закончиться 30 апреля. Однако спрос на туры оказался слишком высоким. Путевки с кэшбэком приобрели уже полмиллиона человек. И выделенные средства заканчиваются. По сравнению с предыдущим зимним этапом, который проходил с 18 января по 28 февраля, количество бронирований выросло вдвое, а по сравнению с прошлым годом – в пять раз. У МИЧИ в списке популярных оказались южные направления. Спрос максимальный на санатории, отели, расположенные на курортах Краснодарского края. Конечно же, это Крым. И, конечно же, это все регионы, расположенные близко к дому. В нашем случае это Горный Алтай, в нашем случае это Черноучье, конечно же, наша. Горная Шория. Ну, уже по остаточному принципу, потому что сезон там заканчивается. Кроме этого, невероятно популярен Байкал. Добавлю по условиям программы, длительность поездки должна составлять от двух ночей. Оплатить тур необходимо картой МИР, зарегистрированной в программе. На нее автоматически в течение пяти дней возвращается до 20% стоимости тура. Максимальная сумма кэшбэка – 20 тысяч рублей. Купить путевку можно до 8 апреля включительно. Вступил на скользкую дорожку во всех смыслах. Амич ограбил школьницу и пострадал при побеге. На улице Лукашевича мужчина сорвал с шеи 17-летней девушки золотую цепочку с кулоном. Бросился на утек. Но через несколько метров поскользнулся и упал. Инцидент попал на камеры наблюдения, которые зафиксировали, как преступник поднимается и, сильно припадая на ногу, покидает место преступления. Полиция просит Амичей помочь с поисками хромого грабителя. Подозреваемому 25-30 лет, рост 190 сантиметров. Был одет в красную куртку, черную жабку и джинсы. Если вы узнали его, сообщите в полицию. Телефоны на ваших экранах. Продемонстрируют мастерство и выносливость. 15 апреля на стадионе «Красная звезда» под лозунгом «За президента» пройдет грандиозный фестиваль единоборств. Гости праздника увидят профессиональный бой в рамках промоушена «Шлеменко файтинг чемпионшип», а также поединки по боксу, дзюдо и тэквондо. Для спортивного шоу в манеже установят главную сцену, а вокруг нее расположат октагон, ринг, татами, борцовский ковер и фехтовальные дорожки. Амичи смогут попасть на фестиваль единоборств бесплатно. Мероприятие начнется в следующую пятницу, 15 апреля, в 18 часов. Финалом станет не менее яркий и зрелищный концерт столичного музыкального гостя. Это яркое, динамичное шоу, которое будет ограничено по времени. Там будут показаны максимально эффектные поединки. Будут показаны ведущие наши спортсмены в области тэквондо, карате, борьбы и других единоборств. Такая хорошая, яркая программа, которая завершится концертом «Приглашенные звезды». К нам приедет группа «Бурита», которая выступит абсолютно бесплатно для мерчей, пришедших на фестиваль. Бубхартли покинул «Авангард». Наставник Ястребов на пресс-конференции по итогам сезона сообщил, что берет паузу в тренерской работе для того, чтобы провести время с семьей. Канадский специалист подчеркнул, что не исключает возможности стать тренером-консультантом для «Авангарда». А также отметил, что его приезд в Омск на открытие новой арены не исключен. Имя нового наставника «Авангарда» пока неизвестно. Сам Хартли заявил, что его помощник Дмитрий Рибыкин готов стать тренером в КХЛ. Однако будет ли экс-защитник Ястребов новым наставником клуба, пока неизвестно. Напомню, ранее СМИ сообщали, что на эту роль претендовал Олег Знарок. Позднее появилась информация, что у штурвала команды могут встать либо Вячеслав Буцаев, либо Сергей Зубов. Тем временем умская молодежка оказалась в шаге от вылета из Кубка Харламова. Умские ястребы крупно проиграли Красной Армии во втором матче полуфинала молодежной хоккейной лиги. Не помогло мячам и подкрепление в лице защитников Антона Казачка и Семена Чистякова. Старт матча получился равным, однако ближе к концу периода красноармейцы смогли выйти вперед. А начало второй 20-ти минутки получилось для ястребов по-настоящему провальным. Наша команда пропустила четыре шайбы подряд. Не помогла и замена вратаря. Соперник продолжал забивать. Как итог 2-8 в матче и 0-2 в серии. От выхода в финал Кубка Харламова Красную Армию отделяет теперь лишь одна победа. Получается провалили эту пятиминутку. Нам сбили сколько там, 3-4 шайбы. И дальше уже просто по наклону пошло. Пытались вернуться в игру, брали овертайм. Вроде забили один, второй. Но все равно как-то все отскакивало. Не в ту сторону, не в нашу сторону. Дома мы обязательно исправимся. У нас есть еще в запасе матч. 2-0 в серии. Это не 3-0. Так что мы еще обязательно покажем свое. Третий матч серии, напомню, пройдет в Омске. Он состоится 7 апреля. Начало игры в 19 часов. Прямая трансляция будет доступна на 12-м канале, а также на YouTube-канале МХЛ. В случае победы о мячей, четвертая игра серии также пройдет в Омске 8 апреля. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Телеграме, Одноклассниках и на YouTube. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, что купит его BMW Bars. BMW Bars купит ваш автомобиль с удовольствием. Телефон 330-777. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Завтра 6 апреля в городе пасмурно. Ночью плюс 4, плюс 6. В дневные часы 5-8 градусов. В районах переменная облачность. Ночью плюс 3, плюс 5. Днем воздух прогреется. До 6-7 градусов тепла. Ветер западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты весной теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. На этом наш выпуск завершен. Желаю вам хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин